Равнопеременное движение. Движение, при котором тело за любые равные промежутки времени совершает неодинаковые перемещения, называется неравномерным. Очевидно, движение обоих автомобилей является именно неравномерным. Рассмотрим самый простой случай. За любые равные промежутки времени скорость тела изменяется на одинаковую величину. Такое движение называется равнопеременным. Очевидно, что скорость легкового автомобиля изменяется быстрее, чем грузового. Следовательно, можно говорить о величине, характеризующей быстроту изменения скорости. Такой величиной является ускорение, величина равная отношению изменения скорости ко времени, в течение которого это изменение произошло. Так как разность скоростей это изменение скорости, то формулу ускорения можно переписать в следующем виде. Из этой формулы видно, что направление вектора ускорения совпадает с направлением вектора изменения скорости. Причем, если изменение скорости больше нуля, а это значит, что скорость увеличивается, то ускорение направлено в сторону скорости. А если изменение скорости меньше нуля, скорость уменьшается, то ускорение направлено против скорости. Очевидно также, что справедливы и скалярные формулы.